Всем привет! Я Женя Синельников. Профессиональный путешественник. Я объехал весь мир, побывал в 110 странах. Холодно, капец. И наконец-то начал путешествовать по Украине. Где красиво. И знаете, чем дальше я еду по своей стране, тем больше убеждаюсь, в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы приехали в Венецию. Глеб, иди сюда. Та-дам! Винница. Само слово какое-то приятное. Кто-то может услышать Венецию, а кто-то Ниццу. Может, именно поэтому разные рейтинги называют Винницу самым комфортным украинским городом. А вы, например, знаете, что Винница в 1919 году со 2 февраля по 2 марта была столицей Украины? Ну, это все информация из интернета, а вот какая Винница на самом деле, чем она сегодня живет, знают только местные жители. Пойдем поспрашиваем. Подскажите, куда в Виннице сходить? Что посмотреть в городе? Вот кинай сейн Винница, вот кинай… Посмотреть можно, прийти и понять… Да тур по пабам лучше всего на самом-то деле. Блин, я буду дома лучше. О, еще, еще, еще. Ничего нету. А можно вам вопросик один задать? Нет, я очень… Они по-английски говорят, ну один, одинешенький, легкий, простой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое впечатление от Винницы очень приятно. Чисто, зелено, домики опрятные, статуи всякие в парках. Гулять одно удовольствие. А вот тут, кстати, вы видели 3D объемная картина. Глеб, иди сюда. Смотри, здесь объемчик раньше был. Сейчас немножечко затерся. Будет наводить, через месяц будет наводить до Нового года. Будет наводить, да? Раз в год его. Освежаем. Прикольно. Подскажите, что в городе посмотреть? Опять же, вот центр города, допустим, экскурсия где-то по центру города полтора часа. Причем виничане очень мало знают про Винницу. На удивление. Красивый парк, исторический, башня. Башня реально прикольная. Часы вон тебе привезены со Швейцарии. Назвали часы с добрым механизмом. С 11-го года построили. Прикольно. С 46-го года по 54-й, кстати, здесь жили люди в башне. Здесь жили люди в башне? Работники ВД-канала жили здесь. Целая тут история, целая эпопея. На третьем этаже жила Франя, на четвертом Ваня. Они и себе дружились. Сначала было взаимотрясение днем, когда муж и жена не видят. А потом было вечером, когда муж и жена уже узнали, когда соседи хорошие доброзвать мне рассказали. Прикольную штуку нашли с муссом. По-моему, вкуснее становится. Класс, работает, реально работает. Вы знали, что у вас здесь есть такой гранитовый граммофон? Мы только что сами его увидели. Да? Так вот круто же. Они мало того, что они из Винницы и это только в августе установили. Спонсоры и меценаты. Олена та Сергей Капуста. Ух ты! Смотри, Битлз. Интересно, какое отношение Битлз имеет к Виннице. Ливерпуль написано. Отсюда я делаю вывод, что город Ливерпуль – это город-побратим Винницы. Проверяем. Винница имеет семь городов-побратимов. Кельце – Польша, Питерборо – Великобритания, Бирнингем, Рыбница, Бурса, Бат-Ям и Паневежес – Литва. А Ливерпуль? Мы живем в городе Винница. В городе Винница. В городе Винница. В городе Винница. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это конкретно, конкретно вот это место называется Ливерпуль. Легенда. Там на месте Макдональдса. В чем история? Почему Ливерпуль? Официальная версия – здесь собирались битломаны, слушали хорошую музыку, добрую музыку и так далее и тому подобное. На самом деле, здесь вот на месте Макдональдса когда-то было кафе Крыныченко. Это кафе было от мясокомбината и оно продавало самые лучшие в мире пирожки с ливером. То есть, ливер – самый настоящий, маленький, пончик, обжаренный. А здесь уже в современных традициях обыграли, привязали к Битлз. Ну, как по мне, получилась хорошая туристическая локация. Мы сейчас сядем на велосипеды. Я покажу пару своих любимых локаций именно в центре города, а потом я покажу, что такое нормальная велодорожка. Все, давай. Давай, забираю сейчас своего напарника. Только не пугайся. А-а-а, напарника, хорошо. Сейчас увидишь. Его зовут Котэ. Котэ. Эй, Котэ. Вот такой веселой компании мы поедем. Как мне решить вопрос с велосипедом? У нас есть муниципальный велопрокат Nextbike. Мы сейчас идем на площадь, там снимаем. Попробую снять так, Эласька. У тебя если нет аккаунта, ты не снимешь. У меня просто технический аккаунт. Иди сюда, смотри, что он нашел. Станция, ремонт. Ну вот такого я не видел вообще. Вот вообще нигде я не видел такого. Вот. То есть здесь как бы инструменты, грубо говоря, делятся там на две категории. То есть набор шестигранников полноформатный. То есть этими шестигранниками можно фактически перебрать весь велосипед. Отдельная ветка это ключи на велосипедах типа Украина. То есть шестигранников нету от слова вообще. То есть это все затягивается, закручивается ключами. То есть здесь и на современный велосипед, и на Украину, и на Орленок. Абсолютно. Любой велосипед можно как бы здесь потриуглировать. Поехали давай. Поехали. Вообще вот этот вот Nextbike, он же есть в Киеве, во Львове, в Харькове. Правильно я понимаю? И в Виннице. Еще никто не понимал, как это все делать и как это все должно быть. Прости, я тебя не слушаю, я смотрю на кота. СМЕХ Я понимаю, он рептатизирует и завораживает. Да? Это правда. Тебе нравится, Жень? Мне нравится. Я скажу свои личные ощущения. Я думал, что велосипед будет за 20 гривен. Будет, ну как бы, велосипед за 20 гривен. Понимаете, да? Ну нет, на удивление, хороший велосипед. Он не легкий. Нельзя сказать, что он прям вот летает, он... Что, Жека, давай кто быстрее на велосипедах? Давай. Лично для меня в центре Винницы, вот даже как я люблю. Вот посмотрите. Вафельное полотенце, садик. Камбэк ту 60. Если убрать ауди, там еще на личной парковке стоит. Да, да, москвич. Он отсюда недвижим просто. Романтика. Романтика полная. А это, я так понимаю, что это уже свежая, да? Свежая велодорожка. Да. Это в первую очередь проспекта космонавтов. То есть здесь вот как бы начался... С этого начался опыт делания отдельных велодорожек. Отдельная зона для пешеходов, отдельная велодорожка, отдельная зона для автомобилей. Вот это удобно. Все, остался. Ну, конечно, все обращают внимание на кота. Кот, 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 посмотри, кот, кот. Программа запущена, чиновник на велосипеде. То есть для чиновников была оборудована парковка горсоветом. Туда закуплены велосипеды. Они сейчас там закрепляются за департаментами. Ну, у нас заммэра очень плотно катаются на велосипеде. Тоже катаются? Да. Сто километров недавно закрыл. Ребята, честно, видели, Глеб просто не снял. Он катался на велике. А мы видели чиновников на велосипеде. За це вам респект! Тату мы старался. Подскажите, куда туристу сходить в городе, что посмотреть? На проспект космонавтов. Проспект космонавтов. На проспект космонавтов. Новую аллею космонавтов. Бульвар космонавтов. Ну что, посмотрим, что здесь да как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. Вау. Сам бульвар, прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бульвар длинный. Свежий. Вот толково отремонтированный. И гулять приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, как прикольно. На каждом столбе два USB входа. Можно зарядить телефон. Ну круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это же планеты. Смотрите, Сатурн, Юпитер, Плутон. А вон и Земля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, что сказать вам про этот фонтан. Вот, честно, стою. По идее, как бы всю эту проходку нужно было чем-то закончить. Эпичной какой-то фразой про фонтан. Сказать, что супер-мега-пупер просто обалдеть, нельзя сказать. Ну и сказать ничего плохого не скажешь. Красивый, хороший фонтан. Молодежь бегает. Планеты мраморные лежат. Атлант. Ну как бы прикольно, круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет, прикольно. Круто. Без никакого нет. Но. Без никакого но. Друзья, знакомьтесь, это Катя. И она только что мне рассказывала, что на самом деле не было до этого Атланта здесь. Да, сначала поставили только планеты. И дети вообще страшно тащились, они залезали на эти планеты, седлали их, ну как бы я король горы, хозяин планеты. Появился Атлант, и как бы стало понятно, кто тут главный. У нас на День города есть паренек, который переодевается вот в такую набедренную повязку и красится в белый цвет, и держит такую огромную штуку, и прям ходит по городу, и все с ним фоткаются. Городской сумасшедший в смысле? Нет, это запланированный городской сумасшедший. Почему ты живешь в Виннице? Я вообще дауншифтер. Вот как бы сейчас будет кусок истории, который мало кому понравится. Но я выросла в Виннице и поступила в МФТИ, физтех Москва. И 6 лет отучилась в Москве, 6 лет там отработала. И когда мне вот Москвы уже было вот примерно там вот где-то вот тут. А это происходит очень быстро? Мегаполисом, за шумным городом, за театрами, ты не скучаешь? Да, маленький город, он чем плох и хорош одновременно. Что если ты хочешь движуху, то ты прям должен взять ее и сам сделать. Ну вот хочешь ты экофестиваль, делай экофестиваль, друг мой. Никаких проблем. Ну красивый. На самом деле, я так понимаю, сам бульвар недавно, да? Да, совсем недавно. И прикольно, что он очень быстро стал очень популярным. Это не украинская архитектура, это… Тут был вообще конкурс, была голосовалка. То есть я так понимаю, что это вот демократический объект. Вот как people проголосовал, так и получилось. Помимо того, что здесь появилось очень много людей, которые гуляют, он еще и оброс всякими заведениями прикольными, там какими-нибудь маленькими кафешками, которые вот там наверху есть кафешка, которые сделали для себя там эко-шкафчик. Есть кафешка, где есть маленькие шкафчики на ключе. Даже без вот так, просто чим, чашечку свою поставила, она там живет. И имя твое там пыц на прищепочке там, хоп, Катя. Вот это, кстати, очень востребованная детьми штука. Здесь, возможно, что-то написано, не знаю. Возможно, что-то написано. Привет. Но здесь абсолютно постоянно есть дети в разных позах. Потому что оно такое обтекаемое, и его хочется вот так вот тоже облечь. И вот его все облегают. Облегают. Да. Вот эту штуку. Ну очень много детвора. Но Вениса – молодой город. Надо сказать, что… Реально молодой город. Толпы детей. Толпы, да. Прекрасно, боже мой. Отлично. Нет, так это прям шикарно. Приветствуется. Да, однозначно. Кохаемося и размножуемося. Гумутово варти. Так, это что такое? Это наша божевильная школа. Весело выглядит школа. Сразу ясно – альтернативное образование. Мы ее по-английски называем One Crazy School. И шутим о том, что из всех этих слов только crazy, правда. Потому что One – это уже второй дом. Поэтому Crazy – это сто пудов правда, а School – это совершенно не про нас. То есть, когда людям говорят школа, они прям представляют парты, детей, учителя, доски. И как бы у нас всего этого нет. Случилась такая штука, что у нас сбойнул котел твердотопливный. И дом сгорел. Ну вот он сгорел прям до… Самое смешное, во что никто не верит – солома, ребята, не горит. Это честно, вот она лежит. Сгорел деревянный каркас, и оно все было в таком очень аварийном состоянии, рухнула крыша. И нам пришлось еще и сносить остатки. То после этого уже все надо сказать, ну что ж… Да, да, да. И мы решили, а мы отстроим новый дом. Такие, ха, денег нет, сил нет, материалов нет. Но мы раз и написали в фейсбуке, там, ребята, вот у нас такая беда случилась. Но мы как бы готовы принять любую поддержку. И мы вообще обалдели от того, сколько народу со всего мира. Ну вот нас из-под этих колес судьбы просто взяли люди и вынесли. Вот на руках вытащили просто. Целая школа с миру по нитке, да, грубо говоря? Да, да, это прям реально с миру по нитке. Мы сюда будем звать классных спикеров, которые будут рассказывать об альтернативном образовании. И мы уже даже их позвали, они уже даже все готовы ехать. Как только мы закончим дом, у нас тут будет фонтан просто альтернативного образования в Виннице. Ребята, если вы фанаты альтернативного образования, вот тут будет ссылочка где, как, куда, чего и чем. Вам сюда. Вам сюда, да. Друзья, выбор таксиста, где мы просим таксистов отвезти нас в самый лучший ресторан города. Ну а что он считает лучшим рестораном уже на выбор таксистов. А вы свободны? Нет. Здравствуйте. А вы свободны? Да. Не отвезете нас в лучший ресторан? Садитесь, съем. О, я сейчас. Трафик. Для маленького города, извините меня. Раньше такого не было. Сейчас вот это такое, как в Киеве. Это потому, что дороги у вас хорошие? Все понакупали себе машины, катают? Здесь, ребятки. Супер. Спасибо большое. Пожалуйста. Сколько денег мы вам должны? 60 гривен. 60 гривен. Дай 60 гривен. Есть у тебя 60 гривен? Спасибо большое вам. И вам спасибо. Ну что, таксист привез нас в Колыбу над Бугом. И правда Колыба. И правда над Бугом. Вааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Не знаю вкусно ли тут, но красиво. Смотри какой столик, я буду там. Ай, какая красота. Да, мы будем кушать тут. Огонь. Ни одному нравится? Тебе не нравится? Да ладно, такие места бывают раз на тысячу. Посмотри, ты просто сидишь прямо вот в природе. Местяк зачетный однозначно. Здравствуйте. Меня зовут Аня, я буду вашим официантом сегодня. Здравствуйте, Анечка. Меня зовут Женя. Порадьте что-то, пожалуйста. Что-то смачное? Можем вам порадить каре молодого ягненка або каре баранины. Воно дуже смачное, дуже соковитое, у нас дуже вкусный маринад. Давайте. Ягня чи баранина? Ягня. Воно ж смачніше? Да. Так, а еще что-то? Может салат такой же уникальный, как вот это место ваше? Вот я зашел сюда и заразумею. Можем брать вам салат с морепродуктами, там креветки, кальмары, авокадо, миксалатика. Зачекайте, вы же колыба, вы же украинская народная кухня. Какие морепродукты? Ну у нас разные контингенты людей, разные любят. Ну давайте. Хорошо. Да. А хлопцем давайте пюречку и котлетки. Так, звичайно, свиначи куличе. Речковых карасиков смаженных. Хочешь попробовать? Да, давайте. На речке сидим. Речковых карасиков чудово выглядит. Узвар есть у нас? Да. Большой графин узвара. Да. Хорошо. Дякую. Мусик, дякую за выбор. Це буде файно. Хлопчик забажав милкшейк. Кайф. Да? Это кайф, ребята. Пробежимся по ценам. Вот 400 гривен. Гриль рыбной ассорти – килограмм. 450 гривен – самое дорогое блюдо. Это сет номер один. Свинячий ребро, баварские ковбаски, люля-кебаб. Килограмм за 450 гривен. Ого! Ну-с, глаза боятся, а рот делает. Приступим. Запах шикарный. Это такой нежняк. Это такой нежняк. Такое интересное послевкусие. Оно вроде как и сладкое, и кислое. Как бы банально это не звучало, но тает во рту. От кости отлепляется вот языком. Подковырнул, и все, оно от кости отлипло. Ааа, горяченькие. Ого-го-го. Скажу вам честно, это вкусно. Самое но. Можно спокойно кушать и делать вид, что ты снимаешь. И ты вроде как на работе. А еще знаете прикол? В Виннице очень уникальные трамваи. Сейчас он конечно совместился с троллейбусом. Уйди троллейбус. Сами трамваи. Они ездят по коле уже, чем вся Украина. То есть это узкоколейки. Если я что-то неправильно сказал, там в комментариях. Напишите потом. А подскажите, выручайте туристу куда сходить в городе. Девчонки, помогите. Музей-усадьба Пирогова. Пироговку поихать. А музей Пирогова. Классика музей Пирогова. Музей-усадьба Пирогова. Это известный хирург, который первый применил наркоз. Винничане сказали, обязательно пойдите сюда. Я, если честно, я знаю, что был хирург Пирогов. Там когда-то, да, ну как бы и все. Если вкратце, Николай Иванович Пирогов был, ну правда, гением медицины. Он там кучу всего открыл, начал и сделал впервые. Включая анестезию. В великой родине, где было 17 детей, он был 17-ю и остальной дитиной. В 14-ю уже стал студентом. Ну он сдал экзамены в 14 лет. Так. А в 22-ю стал доктором науки. Так. А чего ты добился в свои 22-ю? Азария, гелий музыки 19-го столетия, Петро Ильич Чайковский, який гостював, проездив на Поделья. Появить собі операцію, яка проводилась без неволювания, бо наркозу просто не было. Можно я не буду этого представлять себе? Блин, вы только представьте себе это. Я правильно понимаю? Вот, то есть до Пирогова, по сути, не было хирургии. Там что-то какие-то потуги здесь отрезали. Смотрите, какая у него течет кровь, ха-ха-ха. А он взял и сделал из этого науку хирургию. Он любил науку хирургичную, анатомию так, действительно. Это факта, в каких местах в Украине есть памятники школы в улице, что носит имя Пирогова. Обалдеть. В Италии Пирогов консультовал и итальянского героя Джузеппе Гаррибанди. В Кабуле, в Афганистане, есть памятник Пирогову. А вы, например, даже об этом и не знаете. Его особистые вещи на столе под скором. Ручка, годинник, подсвечничка, чернильница и желтые папирцы. Это и есть рукопис. Ой, какая жесткая надпись. Здесь 23 ноября 1881 года, 8 часов 45 минут вечера, скончался Пирогов Николай Иванович. Грустно. Обычно тут принимал Чайковского, что-то веселое. Микола Иванович Пирогов прожил 71 год. Он помирает от ракового виснажения. У него была повзучая раковая выразка на слезовой оболонце рота. Рак верхней щелеки. Курил, наверное. Так. Ну вот доигрался. Вроде доктор должен знать эти вещи. Ну… Тело Пирогова в землю не поховали. За обмажением его дружины он был намальзамованный тучным лекарем, анатомом Давидом Вилексилом. Мусик, перестань скрипеть. Извините, пожалуйста. Мы с вами находимся в семье на ритуале поминали родины Пироговых. Это в каком году? В 1881 году. То есть это, по сути, одно из первых бальзамирований вообще в мире. В мире, да. До Пирогов были такие, скажем, мумификации. Это почти памяти святых таких людей. Но это же немножко такой шоу медицинский способ научный. Ну пойдемте, покажите. Интересно. Интересно же на труп взглянуть. Друзья, если вы боитесь трупов, перемотайте на 2 минуты вперед. Ух. Ой, прох. Оказывается, главный экспонат музея Пирогова – это тело Пирогова. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 138. Сто тридцать восемь лет лежит забальзамированный человек. И он выглядит как новенький, извините за… Как только человек, да? Да. Убалдеть. Я, честно говоря, даже и не знал, что есть вот мавзолей Винницы. Знаете, друзья, в Виннице есть вот ощущение общей ухоженности. Гуляешь по городу – есть вот огромное количество маленьких, интересных, прикольных вещей. Ну вот, смотри, какие указатели. Класс. Женя. Так, я приятно. Да? Нас. Дуже полюбляю. Артынов – это главный винницкий архитектор. В честь него и назвали каворкинг. Это картина. Это креативный простир Артынов, который мы создали четыре года назад. Будем 9 вересня счастливать четыре года. И это первый каворкинг такого масштаба в городе Виннице. Тут можно взять букросин, книжку и поменять. Там можно поменять нину на талли, на барабанах. Вот. Ну, сделать фото. Зачем это? Это для того, чтобы объединять в Виннице. Когда какая-то беда, то это объединяет людей. Почему в обычный период люди как-то развиваются на какие-то социальные группы? Почему не заобъединять их как-то не? Тут человек приходит, он берет карточку, плотит за годину 25 гривен. 25 гривен? Да. Один доллар? Да. Мает безлимитную каву, чай, печиво. Стоп. Еще раз. То есть я могу прийти сюда, заплатить 25 гривен за час. И безлимитно пить кофе. Так кофе стоит 30 гривен на улице. Это дешевле прийти сюда к вам пить кофе. Да. Естественно так, кто разумный и мейрокулат, так и робить. Это прикольно. Можешь и противать. Тут качиваю, можно превращаться в то, что бежает. Тоже бесплатно. Тоже входит. Тоже входит. Так, так, так. Горячее очень. Тут уже более рабочая зона. А вот вы говорите, насколько я понимаю, народились тут, а потом уехали. А потом опять вернулись. Так. А куда уезжали? В Австралию. В Австралию. И вернулись в Винницю. Так, так. И остались в Винницю. Так. В Австралию сколько жили? Ну, с 99-го року. С 99-го? 13-го року. Так. В 13-му році мы вернулись дитям показать место, где мы народились с дружиной, потому что она тоже Винниченко. И так решили трошки побути. А потом Майдан. Майдан мотивировал нас завершиться, что-то трошки допомогти тут, чем мы могли. Потом выникла такая идея. И мы начали рухать с целью напрямую. Это история нашего артелья. Это все здания, которые мы построили. Мы принтировали их даже. Мы читали и знали историю нашего города. В чем вот сила украинского потенциала? Что здесь еще по сравнению с той же Австралией? Я думаю, самое сильное, что мне тут понравится, это то, что Украинцы, молодые украинцы, это люди, которые наполнены желанием что-то новое находить, развивать, створивать. У них много энергии, у них хотят. Их очень легко. Они говорят, давай сделаем все. Давай. И все. За кордоном ты что-то пропонуешь. Потому что она скажет, ну, а для чего? Ну, а может давай не будем? Ну, слушай, дверьтесь, это и другие сделают. Ну, так, очень долго нужно рассказать. Настолько не типовая история для Украины. Людина, которая поехала в Австралию, 13-15 лет там прожила. Это уже почти нет вопросов с паспортом. И после этого вернуться к маленькому городу в центре Украины, это не типово. Напевно, не типово поки что. Я так на это дивлюсь. Может, все-таки придет час, люди начнут повертаться. Напевно, я первый, один из первых, кто принял такие решения. После Австралии почему Винниця? Ну, я понимаю, родной город. Но есть же Киев. Все равно после Австралии он был бы как-то, мне кажется, меньше ломки было. Не было сенсу выбирать, но я бы, возможно, наступное место просто выбирал. Напевно, он был бы Львів, но не Киев. Я в том числе от великих мест, отверто скажу. Мелбург достаточно великое место, 4,5 миллиона. Ты в том лесе, ты понимаешь, что половина твоего життя просто идет на дорогу. Классная жизнь. Тут приятно жити. Дякую, дякую. Ну супер, такое количество вообще классных инсайтов. Просто круто. А куда сходить в городе? Ставка Гитлера. Ставка Гитлера, Вервольф. Многие ехать на ставку Гитлера. Ставка Гитлера, Вервольф. Ого, а здесь прям туристический движ. Смотри, не плохо. А сколько билеты стоят у вас? Говорят, там цены запредельные. Бесплатно. Билеты у нас не стильки. У нас просто стоит в пульсе. Спасибо. Бесплатный вход. Прекрасно. Прикольный безносый человек. Оставили тебя с носом, да? Ах ты тут. Хочу снять, что прикольно. Здесь вот на украинском языке и на английском. Потому что скоро люди поймут, куда нужно ехать. Вот эти вот англоговорящие. Будут приезжать сюда. Нам надо к этому готовиться. И? Что? Три камня и все? Раз, два, три, четыре, пять. А, вон еще. И тоже камни. А где же ставка? Ставки сделаны. Ставок больше нет. Адольф? Ваша ставка не сыграла. Ой. Представляете, Гитлер, когда захватывал Украину, хотел сделать столицу немецкой Украины, скажем так. Именно в Виннице. Я не здесь это прочитал, я просто это знаю. Господа, он ведь голимый шпион. Я прошу прощения, я краем глаза услышал. Слышали, где-то будут раскопки, это здесь про ставку Гитлера? Да. Ну в сентябре должны что-то начать копать, но непонятно, либо это что вообще было, либо просто кусок. Вот аренита закопана из земля. Еще нет. Слушай, ну если это была стена, то размер стены, конечно, очень и очень впечатляет. Вот так, чувак, если ты галком по жизни, то никакие стены тебя не уберегут. Вот так вот, ребята. Если живешь как редиска, то никакие стены тебя не уберегут. Все. Бассейн Гитлера. Так это действительно бассейн, смотрите. Да, это был противопожарный. Ташкент, Караганда, Ленинград, Залевск, Очакев. Давайте нацарапаем Киев. Глеб, Глеб, иди сюда. Смотри, это может быть интересно. Вход в подземелье… Гитлера. Ну на самом деле это просто какая-то канализация, которая… Вот если бы там была фигура Гитлера, чтобы на нее… Ооо, да, подсвеченный. Да, кстати, вот буквально чуть-чуть положи там Гитлера с усиками, подсвети его, и ты ему… Гнида. Было бы интересней. Ну что-то там докупать, типа дротики или мешочек с говном, знаешь, такой вот маленький… Парк развлечений и ненависти называется. Ты приходишь, и тут 20 казней разных. Хочешь, типа Гитлера на электрический стул, хочешь тиры, и там одни Гитлеры. Разных позах. И, кстати, был бы прикольный интерактив. Ну то есть реально прикольный интерактив был бы. Знаете, я понял в чем вроде как и фишка, и в то же время главная ошибка этой локации. Слишком уж завышенное ожидание. Ставка Гитлера. Эмоционально заряжаешь. Ты приезжаешь сюда и думаешь, ну сейчас я что-то узнаю либо про Ставки, либо про Гитлера, либо про… Блин, надо идти брать экскурсовода, чтобы что-то узнать. Говорили о том, что в огромной секретности строилась Ставка – это неправда. О том, что строится Ставка, все знали. И в одном немецком издании, когда я была у своей дочери, я прочитала, что в Ставку приезжал Молотов. Когда? Во время ее функционирования. Здравствуйте. Спасибо. У вас тоже бесплатный вход? Да-да, тоже, тоже. Можно. Спасибо. Да, ничего не осталось. Только вот этот вот бассейн. Вот это вот, вот здесь вот были каменюки, я так понимаю. Вот этот вот главный бункер. Бассейн, кинотеатр. Будынок Бормана. Готель Дим для гостей. Номер 6 казино. Казино было. Поэтому, наверное, Ставка. Да уж, если такой плохой человек, как Гитлер, выбрал себе для Ставки Венецию, представляете, до какой степени здесь классное место. А вообще, конечно, это место в первую очередь мемориал всем жертвам и напоминание нам, что такого больше не должно произойти. Субтитры создавал DimaTorzok Увага, Дитые написано на дороге. Прикольно. А это школа, да? Ух, Дитые. Это не настоящие Дитые. Слышите, ну со стороны выглядят как настоящие. Похоже, было у меня такое прям. Такой детворы наставили много в городе. Перед всеми школами, переходами, в центре. Краем глаза ты замечаешь человека на пешеходном переходе. Ну, интуитивно начинаешь тормозить. Прикольно. В каждом выпуске мы определим среднюю цену борща в городе. Я найду самый дорогой и самый дешевый борщ. Попробую их и поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну что, поборщим? Самый дорогой борщ в ресторане «Аура». Ребята, посмотрите, какое произведение искусства всего за 95 гривен. Подождите, что это? Подается самогоном. О, канапешечками, сметанкой, солью, луком, перцем. Давайте пробовать. Самогончик хороший, да. А на запах вообще, вот я понюхал, мне показалось вообще вода. Ой, какой хороший. Посмотри. Кусочек мяса. Ай-яй-яй-яй-яй. Вкусно как. Сладкий, наваристый. Вот по-настоящему наваристый борщ. Такое ощущение, что он как будто диетический. Он такой легкий. Знаете, проведу такой параллель. Есть французские вино, да, легкие. А есть грузинские, где много тонина, где красное вино. Это кинзмараули. Так вот это вот французское вино. А вы знаете, что видничане считают, что их винницкое сало самое вкусное. У них даже есть культ винницкого сала. Сейчас бы кусочек. Минутку. Решили выяснить, почему винницкое сало самое лучшее в Украине. Ну а это просто и, по-моему, очевидно. Это люди, которые умудряются это вывозить даже в Израиль или в Америку. То в чем секрет? Что вот у меня? Самый основный секрет – это правильно погодовать при всяких кимичных добавках и все будет добре. Убачайся. Ага, ага, дай тварту. Вот теперь это будет самый вкусный борщ. Винницкое сало потрясное. Горяченького. Аж пот выступает. Это такой борщ, в который не хочется добавлять сметану. Жизнь прекрасна. А самый дешевый борщ я нашел в столовой Винницкого масложир-кабината. Всего лишь 8,50. Ну-с, с Богом. Ммм, какие шматочки. Капусты большие. Красивый, равномерный. Красный борщ. Между прочим, между прочим, мне сюда бросили сметанку. Он был еще краснее, да я уже сметанку размешал. Судя по запаху, суп, а не борщ. Ну, ладно, хватит прелюдий. Пробуем. Спасибо, я наелся. Ладно, надо объяснить свое поведение. Невкусный, кислый. Не. Твое мнение. Бывало я хуже? Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Видишь, грибы заходят. Все вообще он все съел. Итого, средняя цена двинницкого борща 51 гривна 75 копеек. Нужен ваш совет, куда туристу сходить в городе, что посмотреть? У нас есть подземелья. Подземелья, обовязково. Экскурсия по катакомбам. Давай, заходи, 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 заходи. Ребята, мы идем в подземелья, да? Катакомбы. Кажут, что там под землей майже целый мест. А пока посмотрите направо, как красиво и чудесно. Такая история, когда мы трошки забукали. Подождите, это опасно, стрёмно? Ну, это цикало. Давайте, я готов. Монастир дей, то есть здесь живут монари, орден капуциньев. Орден, если у них уже более 500 лет. И адепты этого ордена живут в монастыре. Подземелья, которые мы с вами спустим, были построены около 400 лет назад. Они находятся на глубине 9-12 метров от уровня улицы. Сейчас мы с вами сможем спуститься до них. Костер, монастыр, мы проходим по прилеглій частинь и спускаемся вниз, под подлежний бік монастыря. Тут есть такой момент, что и костер, и монастыр, и воеденский час поражали много перетворинь. И сейчас часть монастыря есть коммунальными квартирами. Так, потому что воеденский час, весь монастыр – это были коммунальные. Все фрески были зашпакльованы, их не было видно. Работали на монастыре и открывся эти чудовы надписки в конце 18-го столетия. А он ознаменовал вход к монастырях. Кстати, в радянский час именно монастырях, то есть сакральное место для католиков, для монастырях, было перетворено в общественный туалет. Для того, чтобы подкреслить дневную. Да. Камон. Так тупо. Вы были в Париж, и в Париж, наверное, такого не бывало. Ну вот. О-о-о-о. Так прямо опускаемся в холодок. Прям вот. Это доток и свеки. Можно найти следы тех людей, которые выготовляли всю церковь. Двери, которые мы с вами имеем, это вход до радянского бомбасовища. Ну хоть не туалет уже, спасибо. Это вот уже оно, да? Это еще подвалы комплекции. Это нормально, если мне немножечко так как бы не по себе? Да. Да, абсолютно. Ух. Вау. В этом помещении варили пирогнююшку печат эпидемии чумы. Тоже я чую, тут что-то такое смачное. Так, так, так. Столетиям не удалось переводить так этот запах пироги. А тут, на третий фото, капуциня. Это не брат Шимон. Это теперешній монах. Один, который живет тут в монастыре. Это их одежда, монаши, карьер. Плащ, подпорядка, его снежным поясочком. Три вузрики символизируют три обидницы, которые дают монаху, принимающий постриг. Это целебан, смирение и покор, и бедность. Круто, правда? Прикольно. Так, теперь мы спускаемся на минус другой. Ооо, еще холоднее становится. Да, да, да. Тут пониже потолок. Будували відкритим чином. Тобто, як ми зазвичай являємо, будують під землю. Приривають нирку, кладають землю і так далі. Тут же швыривали траншею. І під відкритим небо будували умовний будинок цей траншеи. Будували їх з військової переважної мети. Тому що Єзуїтський монастир, оточений був потужним муром. Це була фортифікаційна спелула. Цитадок. Вийти зі зворотнього боку і вдарити в тил ворога, здійснюючи контратаку, і відтягуючи на себе його військову місць, рятуючи море. Тобто, така була, ймовірно, тактика застосування підземель. Зараз ми підходимо з вами до загручки. Це причина, про яку ми не можемо вити далі. Своїм матеріалом бачите, що у нас… Це фактура, так. Тобто, і кирпіч, і бетон, і камні. Закладено було, бо на морі стоїть костел. І для того, щоб костел не продавив підземель, вони таким чином закладили собі такий фундамент. Ось, якщо передивитися, то видно, що тисне. І саме за нею б'ється так зване «підсервне серце Вінниці». Чому ми так називаємо? Тому що навпроти кафедральному собору через дорогу світу, якщо дочекатися трамвайчика, а наші трамвайчики – це ще одна ізюминка нашого міста, то ви відчуєте ногами потужні удари з-під землі. Ось ці коливання створюють пустоти, які знаходяться під трамвайними коліями на глибині 9-12 метрів. Тому що за цей заглушко є продовження, яке по діагоналі перестікає собору. Я не знаю, мене прямо розпирає. Якщо є магія, якщо є секрет. Прямо круто! Я в таких містах все время представляю, як тут жили монахи, які могли б спуститися сюди, на цю лавочку без света. Та сидиш один на один с Богом і своїми мислями. Ух! Пора виходити. Уважаємо зрителю, прошу вас посмотрить сюди на цей апарат. Я нічого тут не гнал. Я хорошо относился к верующим. И вообще вам очень нравится эта программа. Подпишитесь и поставьте лайк. Друзья, я обещал знакомить вас с интересными людьми в каждом городе. Знакомьтесь. Венецианский гондольер Виталий. Бондерна? Да. Вообще Виталий – ресторатор. А гондола – это так, для души. Мерси. Отлично. Маневренно. Она делает 180 градусов на месте. Винец, гондола. Почему? Как так получилось? Я заложник ситуации. В смысле? Дедушка в свое время, когда в Днепропетровске, они еще жили с бабушкой, сделал гондолу. Дедушка был заядлым рыбаком и всегда любил ловить рыбу и ловить по многу. То есть он говорил, что те рыбаки, которые сидят с одной удочкой – это тихо помешанные. Нужно пойти перегородить полречки, наловить кучу рыбы за раз. Она с рассказов моей бабушке, а та тоже еще любит подрассказать. Поэтому я сам, как оно на самом деле, толком до конца я не знаю. Мне она досталась в наследство. Для меня ее хранил родственник нашей семьи. И сейчас, получается, даже не я являюсь ее владельцем, а моя мама. А я у мамы гондольер. Мы с семьей открыли небольшое заведение на берегу речки в Винецкараберне. Не обижаешься? Нормально. Эй, гондольер! Я тебе за раз всем веслом, как при… За что? За гондольера! Ну, иногда кто-то пытается привнести в это слово какие-то там шуточки, прибауточки. Фактически то, где мы сейчас плывем, это не просто речка Южный Буг. Это Винецкое водохранилище. Ниже по течению Сабарове стоит ГЭС. И когда поставили ГЭС, затопили очень много островков. И вот эти места, которые сейчас видно, заросли, это не просто болото. Это когда-то здесь были острова. Барышни играли в крокет. Сыграем в крокет. Сыграем! Там было казино в свое время. Это до Советского Союза. Тогда интернета не было, ютубчика не было. Была скукотища страшная. И светским дамам, и вельможам нужны были какие-то интересные развлечения. Сделал предложение своей нынешней супруге. И для того, чтобы сделать ей приятное, я к этим ступеням приделал причал. Спустился по ступенечкам. Там причал, ждет нас гондола. И мы на гондоле отплываем. Я тестя тогда начал учить гондольерской теме. Потому что кто-то же меня должен был вискать. Катать, да. До 2019 я был одним единственным гондольером. Сейчас я пытаюсь передать свои знания, навыки. Это тоже не дар божий. Когда мы начнем делать больше этих гондол, кто-то же должен научить новых гондольеров. И вроде, казалось бы, все в семье. И в то же самое время при этом с небольшой такой стратегией взглядом в будущее. Я бы действительно хотел превратить Венецию в Венецию. А давайте-ка взлетим и посмотрим на всю эту красоту сверху. Ну, может, это и не Венеция. Но десяток гондол тут будет смотреться круто. Сходите на фонтан. Конечно, на фонтан Рушен. Фонтан на набережной. В фонтанчике банально. А можно с вами сам? Да, конечно. Вы такие классные. Спасибо. Дякую. Я классный, поняли? Ну и в конце на десерт. Немножечко сладенького. Рошен. Не конфеты в смысле, а фонтан. Женя, можно оставить сфотографировать? Главная достопримечательность города. И посмотреть на нее собираются толпы народу. И это того стоит. Уж поверьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нечего добавить. Круто. Кру-то. Вот бы в каждом городе такой фонтан. Было бы еще круче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, что я хочу вам сказать. Ну можем же, когда захотим. Можем. И Винница ярчайший тому пример. Современный, европейский, красивый, классный город. Вот комфортный для жизни. А вы, пожалуйста, приезжайте сюда и сами сложите свое мнение. Слушай, давай у Гройсмана денег попросим, Мус. А то мы хвалим Винницу бесплатно. Все равно скажут, заплатили. Все равно скажут, заплатили. Я даже когда попросили. Конкурс. Помните, в Полтаве мы придумывали рекламный слоган для полтавской галушки? Давайте придумаем рекламный слоган Винницкому салу. И тому, кто придумает самый веселый, самый креативный, самый рекламный слоган Винницкому салу, я подарю ценный подарок. Дзынь. Здесь вот он сейчас появится. Бувайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова